Вы знаете, у нас была потрясающая атмосфера на репетициях. Самое замечательное, наверное, это то, какая команда собралась. Команда великолепных артистов, взрослых артистов, у которых у нас есть возможность учиться, с которыми есть возможность поработать, посмотреть, как работают они. О том, что было самое сложное в работе над нашим будущим спектаклем, это моя героиня. Она кричит на старшее поколение. Что, в принципе, я делать из-за своего воспитания, я, в принципе, не умею. Для меня это было так сложно, когда мы первые репетиции с уважаемыми мною артистами, и мне надо на них прям вот, прям орать на них. Я не могла, я вообще не поняла. Я говорила, извините, пожалуйста, простите меня, говорит Кристина, с нормальными жерепителями. Я говорю, я не могу, извините, пожалуйста. Я учусь, учусь у режиссера, который вместе со мной разрабатывает линию роли, и учусь у своих партнеров, с которыми вместе я репетирую. И потом произошла какая-то... Как-то я немножечко абстрагировалась, и начала раздаться уже моя Эвелина, которая может себе это позволить. И теперь уже с этим проблем практически не возникает. Вот, это было, наверное, самое сложное, так вот себя перебороть в каких-то своих взглядах на жизнь и на то, как себя стоит вести, как не стоит себя вести. Но мне кажется, что благодаря режиссеру и моим замечательным партнерам мы с этим справились. Ну, конечно, она такая роль очень трогательная, ностальгия по любимому делу, по семье. Вот и всё, это так близко должно быть женщине любовь. Мне пока интересно, что в этой работе, как ни в какой другой, мы занимаемся чисто актёрским выстраиванием жизни человеческого духа. Петелька, крючочек. Вспоминаем, что называется основы школы, которую мы получили. Были разные репетиции, но, наверное, наши посиделки такие. У нас как-то получилось, что много было дней рождения подряд, а люди все разные, кто-то знает лучше друг друга, кто-то хуже. С кем-то я ещё не работала в спектакле. И, наверное, через эти какие-то чуть-чуть такие наши разговоры, общения, поздравления друг друга, создавалась такая атмосфера. В прошлом году мы начали это в ноябре месяце. Вы представляете, потом пандемия. Нет, сначала каникулы нас остановили, как бы не до этого было. Потом была пандемия, мы сидели все по домам. Коллектив у нас хороший, мы как бы дружно существуем. Хотя, ну, не без всплесков эмоций там и так далее. Нет, как бы у нас внутри всё хорошо.